Всем огромный привет! Мы сегодня поговорим о влоге канала Семья Колесниковых. Ну а пока я буду рассказывать, что у них произошло в их влоге, вы ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. И, конечно же, жмите на колокольчик, чтобы оставаться в курсе новых обзоров. Ну а мы переходим к Колесниковым. Света кормит Эфрема. Конечно же, сидит на кухне. Ну где же еще кормить можно ребенка? Только на кухне сидя на этом самом диванчике. Больше других мест для кормления, конечно же, нет. Ну, в принципе, чему удивляться. Как только Эфрема занесли в дом, Анжелика только-только после больницы принесла Эфрема в дом, занесла. Она тут же его на этот диванчик на кухню занесла. Уникально. Тут же его положила, стали разглядывать, рассматривать ребенка. Вся жизнь у Колесниковых почему-то крутится вокруг этого самого диванчика. Ну и Света, конечно же, по своему обыкновению, она не поздоровалась. Колесниковы не здороваются, не прощаются. Все это как всегда. Хотя одно время Света здоровалась. Сейчас вот то ли они снимают все подряд и не знают, Света, какой эпизод будет первым, какой вторым, какой третьим. Не знаю. То ли просто решила, что зрители не стоят того, чтобы с ними здороваться. Не знаю, из каких соображений Света не здоровается. И рассказывает о том, что приехали только что, делали документы, СНИЛ сделали, полис, прописку. Что-то сделано, а что-то еще предстоит сделать. Ну и да, я так понимаю, что все это неспроста так быстро делалось. Почему? Для оформления льгот наверняка надо вот эти самые документы. Поэтому быстро-быстро-быстро поехали и все это оформили. Ну и, конечно же, надо детские еще оформить. Это самое главное. Конечно. Понятное дело. Иначе как же? Для чего Света туда с младенцем ездила? Я, честно слово, не могу понять. Неужели Леша сам не мог съездить? Ну, видимо, не мог. И вы знаете, Света держит Эфриема как-то очень странно. Она его так держит, непонятно как-то. Такое ощущение, что он сейчас вот-вот соскользнет с ее руки и просто упадет. Под таким наклоном его держит. Ну, под углом, наверное, в 45 градусов она его так держит. Как она не боится за ребенка, я понять не могу. Ну, и говорит, что вот еще, мол, малютку даем. Потому как не всегда у Светы есть возможность накормить Эфриема своим молоком. Поэтому так кармливать, так сказать, малюткой. Очень интересно, что Леша на это говорит. Ну, просто очень интересно. Не говорит ли он, что это лишние траты. Ну, и так далее, и так далее. Не буду покупать. Ну, и вообще, в принципе, да. Мол, у тебя есть свое молоко, мол, и корми своим молоком. Не знаю, как Леша на это отреагировал, что надо еще искусственное питание ребенку докупать. Честное слово, не знаю. С одной стороны. С другой стороны, они купили целую упаковку подгузников. Да, почему-то гордо называют их памперсами. Ну, выражаясь языком Колесниковых, они купили памперсы Хаггис. Как-то так. Не подгузники Хаггис, а памперсы Хаггис. В общем, сто штук этих самых памперсов они купили. И купили на Вайлдберрис. И этому очень рады. И показали на эти памперсы. Из расчета на ребенка весом от трех до пяти килограммов. И уже Света думает, что Эфрейн весит четыре килограмма. Ну, конечно же, никто никого не взвешивал. Так вот, наобум. Света считает, что уже четыре килограмма он весит. Ну, будем надеяться на то, что Света правильно его вес оценила. Ну, а Анжелике, в принципе, как я и думала, вот эти вот ленты на ее новом платье особо не нравятся. Говорит, их надо завязывать каждый раз. И неудобно. Ну, вообще, вы знаете, мне правильно писали в комментариях о том, что, в принципе, это как-то не надо завязывать. Ну, так вот лентами они и должны висеть. Да, вот эти вот украшения на платье, так сказать. Но Анжелика говорит, на их надо завязывать. И каждый раз ей это делать неудобно. В общем, решили срезать. Решили срезать и закрепить как-то вот иначе рукав. И Света сейчас сидит, говорит, у нее есть какая-то там накидка или какой-то там пиджачочек. И хочет по образу и подобию этого пиджачка как-то вот переделать это самое платье. Застежку, да, на рукавах. Ну, вот мне непонятно. Если Анжелика закончила школу с таким вот швейным уклоном. Она даже сдавала экзамен по труду. И учила билеты с самого первого сентября. Сколько там было билетов, не помню. Сколько, но совсем немного. И сдала она, все хорошо. Почему же не может Анжелика этим заняться? Тоже непонятно как-то. Ведь ее этому учили целых девять лет. Коррекционной школы. Неужели Анжелика сама не может это сделать? Странно как-то. Но нет, этим занимается Света. И опять же Света нашла минутку для Анжелики. Молодец. А то я думала, она весь день сцеживается, стирает и убирает. Но в этот раз, видите, она переделывает это самое платье, стирает и убирает. Уже не сцеживается. Правильно, есть малютка. Зачем мучиться сцеживаться, да? Вот. И также хочет убрать разрез вдоль рукава, который вот на платье. Хочет его прихватить в двух-трех местах какими-то кнопочками. В общем, да, переделывают это самое платье. И, конечно же, в итоге оно потеряет свой вид. Всю свою торжественность это платье потеряет. С одной стороны. С другой стороны, ну вот куда Анжелике ходить? На какие торжественные мероприятия? Ну, я не знаю. Выпускного в ее школе не было. Он, в принципе, там не предусмотрен. А куда еще? Ну, вроде как, больше и некуда. Но ни на какие праздники Колесниковых не приглашают. Ни в какие рестораны, ни в какие кафе. Ну, разве что вот на собрание сходить? Ну, по-моему, это платье слишком хорошо для собрания. Не знаю я. С одной стороны так. А с другой стороны, видите, все-таки по меньшей торжественности и по большей практичности будем так считать. Ну, и, конечно, потом на кухню мы перенеслись. Как так без кухни? Кухня тоже обязательно должна быть в кадре у Колесниковых. Там кашеварит Виталина. Стоит на табуреточке. И тянется к той кастрюле, которая у нее почему-то не на первой конфорке, а на второй туда дальше, которая расположена. Не понимаю, почему не переставить кастрюлю сюда поближе. И вот бедный этот ребенок тянется через всю плиту к этой кастрюле и варит компот. Но Света все это дело комментирует. Говорит, вот Виталина варит компот из жимолости. Им там когда-то давали жимолость. Ту, что посла же они поели, а та, что безвкусная, в общем, ее в компот. Ну, с одной стороны, правильно. Яблоки вот еще есть. Уже нарезала Света, надеюсь. Я очень надеюсь на то, что Света нарезала яблоки, подготовила. А вообще, возможно, может быть, это была и Виталина. Все возможно. Возможно, Света только снимает процесс. И еще, говорит, будет там в том варенье, в том компоте варенье Кизилова. Думаю, ну почему так, а? Ну, варенье Кизилова, оно само по себе вкусное. Но тут Света говорит, оно с косточками. Думаю, ну а как? А как иначе, а? Варенье с косточками. Неужели кому-то придет в голову светлая мысль выговаривать косточки из Кизила с тем, чтобы варить варенье? А потом я вижу, что, во-первых, Виталина взяла с плиты две или одну ягодку жимала с плиты. Не выбросила это, а в кастрюлю закинула нормально. А потом взяла банку с чем-то черным. Думаю, что это такое? Ну, неужели, думаю, это то самое Кизиловое варенье? Да, это оказалось Кизиловое варенье черного цвета. Кизиловое варенье красного цвета, красивого. Такого вот ярко-красного, да? Может быть, даже алого цвета Кизиловое варенье. И, конечно же, все ягодки там целые. И оно само по себе не жидкое ни в коем случае это варенье. Но и состояние джема недоведенное. Нет, оно такого вот тягучего вида, да? Сироп этот тягучий. И там в этом сиропе эти ягодки. Ну, все вы знаете, что такое варенье. Ну, а Света, видимо, не знает, что такое варенье. И для нее разницы между джемом и вареньем нет. И переваренное-переваренное вида черного цвета. Вот тут ужас какой-то. И, конечно же, кому прием в голову джем варить из Кизилова? Да никому. А вот, Свете, вот пришло это в голову. Это светлая мысль. И, понятное дело, говорит, там косточки. И неудобно есть. Ну, и все это решили в компот. Ох, ну, что сказать компот. Ну, так компот, да. И, кстати говоря, даже компот. Даже вот, казалось бы, да. А тут, ну, чего тут жалеть? Воды жалко или чего жалко? Даже не полную кастрюлю они этого самого компота варят. Я не понимаю причины. Долейте вы воды, в конце концов. Света говорит, сейчас сахар будем добавлять. Света будет пробовать на сахар этот компот. Ну, добавьте чуть больше сахара, раз на то пошло. И долейте побольше той воды. Тем более, дети хотят еще и кисель. Сколько попьют того компота, столько они попьют, Света говорит. Ну, а дальше, мол, сделаем кисель. Ну, посмотрим, конечно. Может быть, дольет Света воды в итоге. И побольше получится компота. Ну, соответственно, и киселя тоже. Да, Арина подошла к Виталине. Взяла табурет. Рядом поставила и тоже встала на табурет. И наблюдая за тем, что делает Виталина. Ну, как-то вот странненько. Света не отогнала ребенка. Ни одного, ни другого. Отплеты, вы знаете, вот во время варки этого компота. И сказала, давайте я это буду делать. Потому что, ну, все-таки это опасно. Это горячее все, да, это огонь. Ну, не знаю, я как-то, я побоялась бы, например. Ну, а Света что? Света ничего не боится. Света позволяет детям вот так вот подвергать себя опасности, будем так говорить. Лучше бы я дала детям в руки камеру. И сама бы это делала вместо Света, да. Вот на месте Света, точнее. Потому как я, например, я переживаю за детей Света и Леши больше, чем сами Света и Леша. Ну, что сказать. Такие вот колесниковые, внимательные, заботливые родители. Ну, а Виталина говорит, мол, я еще буду макароны варить. Света говорит, да-да, у нее, мол, есть сыр, тофу. И, конечно же, будет такое вот блюдо необычное. Ну, как всегда, все это необычное, вместо с тем тофу. Ну, посмотрим, конечно, как это будет в итоге выглядеть. И вообще, сколько можно есть те самые макароны, я не знаю. Говорим колесниковые, подразумеваем макароны. Говорим макароны, подразумеваем колесниковых. Ну, как-то странно, постоянно макароны, макароны, еще раз макароны. Был Леша, когда на хозяйстве без Света, то хотя бы хоть какое-то мясо, да, странно приготовленное. Да, его было немного, да оно было. А сейчас, когда Света на хозяйстве, макароны с тофу, да, зачем придумать хотя бы по-флотски макароны, не надо. Вот тофу поедят с макаронами, и хватит, точнее, макароны с тофу. Света очень интересная мама, вообще не думает о своих детях. Леша, как мне кажется, и тот больше беспокоится о детях. Хотя, казалось бы, да, папа, мужчина, ну, как-то мама должна больше думать о детях. Как-то вот эта природа заложена. Но нет, только не у колесниковых. У колесниковых все наоборот. Ну, а дальше мы переносимся в комнату, я так понимаю, в комнату Виталины и Насти. И показывают девочки Дарина и Виталина, не Настя, а Дарина. Показывают рисунки свои, что они нарисовали. Нарисовали, я так понимаю, по шаблону. Точнее, даже не нарисовали, а был шаблон, и уже прям вырезанная была фигурка девочки такой, вот, да, симпатичная такая девочка. Вроде как кукла Лол, вроде как, но не суть. И надо было только раскрасить. И вот Виталина, вы знаете, так аккуратненько раскрасила две или три вот эти самые куклы, да, два или три рисунка. Она раскрасила очень даже аккуратно, здорово, молодец. И Дарина показала, как она раскрасила аккуратности. Ну, там и рядом не было той аккуратности. Аккуратность там и не ночевала. Не знаю я, почему как-то нет аккуратности в работе Дарины. И непонятно, где там глаза, где там нос, где там рот, ну, и так далее. Вообще, как-то всё смазано, странно и непонятно. И, как мне кажется, уже к возрасту у Дарины пора понять, правда ведь, где у человека глаза, где у человека нос, где у человека рот и так далее. И хоть какие-то навыки должны быть аккуратности, ну, зачатков даже нет у Дарины. Ну, что сделаешь? Никто не занимается с этим самым ребёнком. Её вознесли в рамк уникальной. У неё сразу корона на голове образовалась, крылья выросли за спиной. Всё, она уже сама себе красивая. Всё, больше ничего не надо. Вот и к чему это всё привело. К тому, что ей в школу идти вот-вот, да, на следующий год она идёт в школу. Я не знаю, как она будет писать в прописи, если у неё рука не поставлена. Сейчас, по идее, надо бы покупать прописи, какие-то тренажёры дошкольные. И начинать заниматься. Начинать выводить буквы по точкам, ну и так далее. Никто ж, конечно, этим не будет заниматься. Страшно представить, как будет ребёнок учиться в школе. И почему именно Дарина это касается? Потому что всё-таки Дарина имеет характер отличный от Виталина и Насти. Совсем другой характер. Если Виталина и Настя берут своей усидчивостью, какой-никакой, но всё-таки, да, согласитесь, то Дарина, ну, даже не обладает усидчивостью. Я не знаю, как она будет заниматься в школе. Ой, надеюсь, что будет уникальной в хорошем смысле этого слова. Хотя, в принципе, на этом, наверное, можно только надеяться. На Дарину. И зная то, как колесниковые родители относятся к учёбе в целом. И вот, когда девочки продемонстрировали Свете свои работы, Света посмотрела на работы и говорит, у всех красиво. Ну, да, молодец, Света, с точки зрения поднятия самооценки, да. Это хорошо, это правильно. Но, опять же, самооценку она подняла только у Дарины. А вот Виталину она никак не выделила. Хотя Виталину можно было бы похвалить за аккуратность хотя бы. Хотя бы за аккуратность. Но, Света этого не сделана. У всех красиво. Ну, хотя бы так. Ну, вот таким получился у меня обзор влогов канала Семья Колесниковых. Если он вам понравился, ставьте лайки. Если нет, ставьте дизлайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok